Вместо знаний школьник получил тяжелые травмы и синяки, а в Астане малыши рискуют их получить по дороге в детский сад. Это программа «Народный контроль». С вами Камиль Галеев. Здравствуйте. По информации наших респондентов в Западно-Казахстанской области, ЧП произошло в учебном заведении села Карауба. По словам отца мальчика, ребенок получил тяжелую травму после школьных... Такого скандала в Западно-Казахстанской области еще не было. Спор с учителем может обернуться инвалидностью для старшеклассника. Инцидент произошел 4 октября, но общественность до сих пор обсуждает детали происшествия. Все было как всегда. После занятий ребята гоняли мяч на футбольном поле и уже собирались расходиться. Говорят, что тогда и подошел подвыпивший учитель истории. Школьники громко обсуждали игру, и педагогу это не понравилось. Завязалось перепалком. На помощь учителю пришел его коллега Военрук. Он-то, недолго думая, и нанес тот роковой удар. Да, возможно, мой сын на эмоциях сказал ему что-то неприятное, но это же не повод для избиения. Тем более, чтобы пинать ребенка. Сын рассказывает, что Военрук его пнул в область паха, он упал, а тот продолжал пинать его лежащего. Мальчик неделю провел в районной больнице, но после выписки уже дома. Ему снова стало плохо. Поднялась температура. Тогда школьника экстренно отправили в город. Прооперировали. Но последствия этого хирургического вмешательства, по словам медиков, могут сказаться в будущем на репродуктивном здоровье старшеклассника. Повреждена, в общем-то, органа репродуктивной системы у мальчика. Конечно, повлечет определенные последствия будущего. Создание семьи, рождение детей. Такие проблемы допустимы. На сегодняшний день по собственному желанию уволены оба учителя, учителя истории и начальника военной подготовки. Поспешное увольнение, пусть и по собственному желанию, не уберегло Военрука от уголовного разбирательства. В отношении Военрука данной школы возбуждено уголовное дело по статье 106 нанесение тяжких телесных порождений. Военрука на статье находится под следствием и подписка не вывезда. Кстати, проверку проведут и в районной больнице, где ребенку не смогли оказать полноценную помощь с первого раза. В части оказания не надлежащей медицинской помощи органами прокуратуры проводится проверка. И в случае установления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. В отношении медицинского учреждения? В медицинское учреждение, да. В районной больнице? Да, поскольку он же выписан был со оздоровлением. Точку в этой неприятной истории, судя по всему, ставить еще рано. Впереди взрослых ждут судебное разбирательство, а вот пострадавшему ребенку предстоит длительная реабилитация. Сегодня мальчик понемногу возвращается к нормальной жизни. Конечно же, это займет не один месяц. Старшеклассник получил не только тяжелые физические увечья, но и серьезные психологические травмы. Пока же занятия он не посещает. По словам отца мальчика, с которым мы связались по телефону, сейчас самое главное для них – это здоровье ребенка. Но что касается директора школы гимназии и самих виновников этой истории, то они все-таки пришли к родителям с извинениями и даже предлагали всевозможную помощь. Но родители отказались. Директор Айтты, Кеширым-Сырада. Но, к сожалению, к рукоприкладству, так сказать, в педагогических целях прибегает не только школьный учебник. В Алматы политические завели уголовное дело уже в отношении матери, которая, по словам соседей, ежедневно била свою малолетнюю дочь. Судебно-медицинская экспертиза, которая покажет, установит, какой тяжести телесные повреждения были нанесены ребенку и как часто она подвергалась избиению. Женщина водворена в изолятор временного содержания. В ближайшие дни она будет представлена суду для избрания меры пресечения. Сейчас стоит вопрос о лишении женщины родительских прав. К тому же ей грозит до пяти лет тюрьмы. Но ведь жестокое обращение – это не только избиение. А как же риск здоровью, которым подвергаются дети, просящие милостыню? В Астане уже выпал снег, и тем жалостливее выглядят эти малыши. К нам в редакцию присылают фотографии с конкретными адресами, где дислоцируются попрошайки. И, как правило, у телезрителей всего два вопроса. Чем все-таки опаивают детей, которые в основном спят на руках у женщин? И второй – если в Казахстане уже почти два года запрещено попрошайничество, то куда обращаться, чтобы сообщить о нарушении закона? Мой коллега Мирсименбетов проехался по указанным адресам, и вот что выяснил. Здравствуйте! Вам не холодно сидеть здесь? Холодно. А почему сиди? Деньги надо. Эту девушку зовут Фарангис. Каждый день она приходит сюда с ребенком, правда не со своим, говорит мальчик-брат. Но документов ни у малыша, ни у нее нет. Собственно, поэтому и не работает. Мол, никто без бумаг не принимает, и приходится просить милостыню у неравнодушных граждан. Маленький мальчик все время на руках у сестры. Они не скрывают, что это маркетинговый ход. Дети всегда залог больших подаяний. Но даже зная это, нам все равно жаль ребенка. Видно, что он утомлен, и ему очень холодно. Однако бросать Фарангис малыш не намерен. Говорит, что когда вырастет, будет петь в автобусах и таким образом помогать родни. Увидев съемочную группу, Фарангис подоспела ее родственница с двумя детьми. Она тоже зарабатывает себе на пропитание на улице с протянутой рукой. Машему ребенку этой женщине два года. Он, как и старше, с самого утра и до позднего вечера с матерью на улице. Обеспечивает доход семье. Мы решили вызвать полицию. Ведь попрошайничество в Казахстане запрещено законом. Но это наша героинь не испугала. Однако, не дождавшись стражи порядка, дамы с детьми не спеша удалились. Мы же направились по следующему адресу. Как и сообщили бдительные соседи, женщина с сонным младенцем на руках. Увидев камеру, она стала убегать. При этом малыш только едва заметно пошевелился. Интернет-пользователи уверены, что такие мамы опаивают детей напитками покрепче, чтобы дети не замерзли и не мешали. Мадина Семё переехала из Узбекистана на заработки. С трехлетней дочкой весь день просит подаяния. Говорит, есть еще младший ребенок, который сейчас с отцом на автомойке. Там теплее. Однако, по словам Мадины, в роддоме на ребенка документы ей не оформили. Хотя у самой паспорт есть. Переживает, что теперь не сможет увезти сына на родину. А выживать в Астане все сложнее. Жалуется женщина. Часто приходится иметь дело с полицейскими. Не раз забирали в отделение и отпускали лишь поздно ночью. В итоге вся семья остается без ужина. Правда, кто они, отцы и мужья попрошаек, нам узнать не удалось. Пользователи интернета называют мужчин, в семьях попрошаек баронами. Якобы они не зарабатывают. Весь день сидят дома и ведут некий теневой бизнес. Даже показали адрес. Но когда мы нагрянули туда вместе с полицейскими, никаких баронов так и не увидели. Знакомая ситуация, правда? Давать таким людям деньги или нет? Выбор, конечно, личный для каждого. Но хочется напомнить о другом. Сколько мы будем их финансировать, столько они будут съесть на улице с протянутой рукой. Рискуя здоровьем своих детей, которые нам жалко. А они пользуются этим. Ведь мы способствуем развитию их бизнеса. Людей с активной гражданской позиции хочется призвать звонить в политу или органы опеки. Каждый раз, когда вы видите ребенка на руках нищей матери. А в социальных учреждениях дети будут хотя бы в тепле. В полиции нам пояснили. Когда они задерживают за попрошайничество, сначала нужно провести профилактическую беседу. И только при повторном нарушении уже принимаются штрафы или аресты. Но, как ни странно, лишить родительских прав таких матерей крайне проблематично. Недокументированные лица в любом случае вопрос не может быть поставлен по лишению родительских прав. То есть до применения крайней меры и сбора материала на лишение родительских прав, в любом случае инспектор и заинтересованные органы, органы опеки осуществляют мероприятия по документированию. Когда же у этих людей появляются документы, их чаще всего депортируют. Большинство попрошаек не граждане Казахстана. И лишь к единицам применяют исключительную меру о лишении родительских прав. Тогда ребенок попадает в центр адаптации для несовершеннолетних. Эти кадры, снятые на мобильный телефон, прислали нам столичные жители. По такой вот дороге вынуждены водить детей в ясли, жители одного из столичных районов. Самое интересное, что это престижный район Левобережья. Но общественный транспорт туда не ходит, светофоры не работают, а родители с детьми наматывают километры каждый день и рискуют провалиться в открытые канализационные люки, чтобы добраться до работы, школы или детского сада. Моя коллега Назым Тенельбаева встретилась с возмущенными родителями и попробовала сама пройтись по этой, с позволения сказать, дороге. Отводить детей в сад, пережить маленький кошмар, жалуется Олеся Тахтахинова. Каждый день утром и вечером женщина с тремя детьми преодолевает непростой путь по бездорожью. От остановки до детсада – пара километров. Причем нужно умудриться не угодить в яму, не попасть под колеса автомобиля и благополучно довезти детей. Власти, говоря, карманов нет, безопасность пассажиров не подготовленная, поэтому автобус подвезти сюда никак не могут. И проезд, дорога, которая будет проводиться детскому саду, будет только в 2018 году в бюджет заложена. То есть до 2018 года, я не знаю нам, как летать по воздуху или вообще как нам ходить в детский сад. В этот сад ходят дети из многодетных, военных и малоимущих семей. И возможность возить детей на машине есть не у всех. А такое испытание, ходьбу по выбоинам, выдержит не каждый. Мамочки задаются вопросом, как такое может быть? Детский сад есть, а дороги к нему нет. Без машин вообще тех людей очень жалко. Дети до подвое, на санках, без санок. Зимой это вообще невозможно не проехать. И аварии бывают, случаются. Пыль, выхлопы, ладно это. И по утрам это для нас получается стресс. Утром здесь вообще что творится невозможно. Хотя бы как-то выезд был. Мы решили пройтись по этому участку. Без спортивной подготовки, сноровки и железных нервов не обойтись. Дорога с садика до дома как настоящая полоса препятствий для этих измученных родителей. Пока они идут, можно заметить, что на одной стороне улицы буквально вываливают строительный мусор. На другой стороне открытые люки. Уже в прошлом году двое детей успели туда упасть. Но результатов никаких. И вот так вот два километра им идти до остановки. Когда машины едут в обе стороны, здесь образуется настоящий транспортный коллапс. Бывали и аварии. А тут поблизости школа. При этом канализационные люки открыты с прошлого года. Даже падение школьников не заставило коммунальные службы предпринять хоть какие-то меры. Вот, пожалуйста, открытый люк. Мы каждый день здесь проходим в садик. Старший сын мой ходит в школу. Здесь и каждый день напоминаем мыли. Пожалуйста, осторожнее, осторожнее, не забывай. Часто его хоть видно. А потом, когда снегом здесь присыпет, здесь они могут и не заметить. Как альтернатива бездорожью, есть вариант доехать сюда вполне нормальным путем. Здесь даже есть асфальтированная дорога. В принципе, занимает не так уж и много времени. И вот мы уже в детском саду. Но самое интересное, что калитку здесь нельзя открыть, потому что рядом ведутся строительные работы. Получается, варианты нормального подъезда к садику есть. Но как заставить открыть ворота с другой стороны, не знает никто. Возмущенные родители устали писать письма и жалобы в Акимат и коммунальные службы. Но в ответ лишь отписки и никаких действий. Мы, со своей стороны, попытались связаться с представителями управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. На другом конце провода записали предмет жалобы и обещали призвонить к нам в редакцию через 15 минут. Но ответа, к сожалению, так и не последовало. Возможно, если бы сами чиновники помучились, отводя детей в садик, можно было бы надеяться получить хоть какое-то объяснение. А пока мы еще вернемся к этой теме. А если вам есть что рассказать, обращайтесь на мобильный мессенджер по номеру 747-516-03-09. Кроме того, ждем ваших историй на электронный адрес или в социальных сетях. Обращайтесь. Поможем. С вами была команда Народного контроля. Встретимся с вами уже послезавтра, как обычно, в 15.00 на телеканале Хаббат. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!